На территории России, огромнейшей страны с разными климатическими условиями, есть много видов деревьев и другой растительности. В каждом регионе можно встретить характерное только для него растение. Но все иначе в случае с тополями, они растут практически в каждом городе, и именно они являются настоящим бедцем для тех, кто подтвержден аллергиям. Из этих деревьев ежегодно в первые летние дни летит пух. Так почему же тополи были настолько популярны в СССР? Давайте разбираться. В СССР тополи начали активно высаживать в 50-е годы прошлого века. Это были годы после Великой Отечественной войны, когда страна восстанавливалась из руин. Заново нужно было застроить и привести в порядок огромное количество городов и сел. Параллельно проводилась вся программа по их озеленению. В рамках их реализации Сталин дал распоряжение о повсеместной высадке тополей. Их вырули по двум причинам. Во-первых, они очень быстро растут. Во-вторых, они неприведливы и требовательны. Но это единственный фактор, повлиявший на выбор главы государства. Именно тополи – это уникальный фильтр, созданный природой. Они удерживают вредные вещества, их не пугает загазованность, наблюдающаяся в крупных мегаполисах и промышленных центрах. Они попросту поглощают все вредные соединения. Именно с этой целью эти деревья сажали вдоль мобильных дорог. Учитывая то, что и форма их перемедальная, их вполне можно засаживать очень близко друг к другу. В связи с этим тополи встречаются в огромных количествах. Это дерево – настоящий рекордсмен в плане выработки кислорода и отдачи его в окружающую среду. За одни только сутки тополи может обеспечить кислородом четверых взрослых людей. У этих деревьев есть одно существенное межполовое различие. Растения мужского пола пух не производят, цветут только тополи женского пола. Изначально планировалась высадка деревьев мужчин, но то, чтобы отобрать эти саженцы, понадобилось бы слишком много времени, поэтому над этим не стали слишком заморачиваться. Тополиный пух, массово распространяющийся по окрестностям, появляется исключительно во время цветения деревьев. Среди от него прежде всего аллергики. Но другие неприятные ситуации не исключены. Пух в тополе хорошо горит, и если он загорается, подзвезды могут быть плачевными, может возникнуть сильный пожар. В последние годы старые тополи активно вырубают. Их места высаживают тополя других сортов, а также клёны и липы.